Преодолев пустоши кладбища драконов, наши герои продолжили свой путь. Волшебник погрузился в чтение записей о стражах. Когда-то было три артефакта. Один для души и справедливости, один для разума и могущества, и один для тела и сущности. Эти вечные предметы поддерживали баланс добра и зла в мире. Когда мир был в гармонии, артефакты были отданы трем стражам, хранившим их долгие века. Стражи защитили артефакты мощными заклинаниями, которые позволяли приблизиться лишь людям, чьи помыслы были чисты. Со временем стражи исчезли и остались лишь заклинания. Я уверен, что это именно Трайн позволяет нам воскрешать наши физические оболочки. Достанем даже ценой жизни Амадея, но мы ее достанем. Новые противники с факелами. Как я их ненавижу, ребят. Они нам с этого момента встречаться будут до конца игры, и они меня жутко бесят. Потому что эти, ребятки, очень и очень довольно сильно бьются. Так, интересно, вот это мы прорубить можем? Нет, никак не можем. Так, окей, давайте все здесь пособираем. Наша зельечка. Даже вот так вот сделаем. Скинем вот это вот. Пойду. Правда, не совсем знаю зачем. Ну, здесь и явно не место было. Так, и попробуем добраться до... До вот тех плюх. Вот как-то так. До них добрались. Так, теперь если мы возьмем вот эту штуку и... Да, и сделаем вот... Нечто подобное. И опять противники. Куда же без них? Куда же без этих скелетов? Которые уже раздражают. Дальше некуда. Тем не менее, после каждого уничтожения мы получаем бонус, поэтому... Не будем жаловаться. Так, давай, 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 пускайся, чувак. Так, ну, игры вроде бы последний. Теперь мы сможем опустить... Вот эту вот штуку, как бы ее так назвать по-человечески, даже не знаю. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Тут коромысло какое-то, которое... Поможет нам забраться наверх. Так, давайте немножечко искупаемся. Да, в данной игре можно плавать. И внизу мы тоже, я так полагаю, найдем какие-то плюшки. Правда, пока что ничего мы не нашли стоящего. Так. Ну, к сожалению, в этот раз плаванье получилось неудачное. Зато вымоем Амадея хотя бы. Но обычно внизу есть какие-то плюшки, так что, если встретите воду, в которой можно поплавать, то не упустите свой шанс. Кстати, а мне интересно, скелеты плавать умеют или нет? Сейчас будем проверять. А, нет, не умеют. Это уже сразу видно. Здесь опять великое множество скелетов. Которых здесь повер, дохрена. Ну, ничего, со всеми справимся, я так полагаю. Так, там вроде бы у нас ничего больше нет. Никаких лёг, поэтому... Ох, только... Нашему бонтику пришёл конец. Маловато у него здоровья, конечно, осталось, но это неудивительно. Скелетов дохрена, как я уже говорил. Поэтому... Ладно. Всё равно, хоть сколько-то хп у нас есть. А пока мы живы, мы будем сражаться. И сейчас у нас... Череда Амадея. Помогать команде. Ну, таким вот нехитрым способом мы... Ой. Здесь бы нам очень... Бы пригодился щит понтик, к сожалению. Ох, скелет, какой ты умный парень. Ладно, спускаемся. Кстати, здесь довольно глубоко. Здесь очень глубоко. Вообще, вот лично я плавать не люблю, потому что... В детстве пересмотрел передачи про подводных монстров и... Не очень люблю плавать, если честно. А вот наши герои любят поплавать. И так вот мы уже на другой стороне где-то оказываемся. Правда, неизвестно где. Так, здесь кубик надо как-то пограмотнее расположить. И таким нехитрым способом подняться до самого верха. Здесь тоже нужно, наверное, его чуть-чуть ниже расположить. Хотя бы так и попробовать забраться. Ох. Шп это плохо. Так, а, Зойка. У нас же есть Зойка, которая может цепляться за балки. Я все время забываю о ее чудесной способности. Так, ну, вроде бы все мы здесь собрали, да? Поэтому можем смело двигаться дальше. Камушек нам поможет избавиться от шипов. Молодец, камушек. Респект. Давай падай вниз. Нам, скорее всего, тоже нужно вниз. Оу. Да, это стала фатальной ошибкой для Амадея. И вот новые враги, летучие мыши. Напоминает мне летучих мышей из Принца Перси и Песков Времени. Помните, там уже ближе к концу игры. Вот такие же надоедливые мыши были. И здесь они не менее надоедливые. Так, нам бы воскресить нашего Амадея. Потому что без него здесь как без рук. А без рук хреново. Так, ну да. Здесь бы, конечно, Амадей нам очень помог. Давайте, хорошо, давайте. Да уж. У нас осталась одна Зойка. И, скорее всего, ее ждет в ближайшее время та же участь, что и Амадея с Понтием. Ну ладно, у нас тут недалеко чекпоинт. Все наши достижения сохраняются. Поэтому не стоит волноваться. Сейчас просто быстренько за пару секунд дойдем до того места. И вот у нас уже все живы, все здоровы. Так, ну этот... А, хотя нет, он нам нужен. Он нам нужен. Так, это слишком далеко. Вот где-то здесь его расположим. И он нам нужен, чтобы достать одну плюшку, которая... А, или здесь нет ничего, мне показалось. Бывает. Хотя, возможно, этот кубик нам еще пригодится. Так, и вот так вот аккуратненько, чтобы не задеть... Ладно, все равно мы задели, но уже в меньшей степени за эти шипы. Сундучок. А вот здесь, скорее всего, нам нужен тот кубик. Да уж, я немножко прогадал. Ладно, будем строить своеобразную лесенку из всего, что у нас попадется под руки. Потому что хочется добраться до того сумочка и посмотреть, что у нас там будет. Давайте собьем все вот эти вот колючки. А вернее, сталактиты. Так, и... Как бы нам добраться до него? А, к сожалению, короткое такое, да? Слушайте, если мы реально возьмем кубик один... Сейчас, зададим. И посадим его... Или нельзя тогда? Нельзя? Плохо. Да, ну, похоже... Тот сундучок мы все-таки не возьмем, а, конечно же... А вот и тот случай, когда у Амадея закончилась магия, мать ее. И да, ребят, скорее всего, все. Тот сундучок мы уже не возьмем. Ну, ладно. Я не обещал, что собирать буду все. Тем более, я его, по-моему, и в первый раз, когда играл, не брал. Поэтому... Ничего страшного. Все равно игру мы пройдем. Ведь, собственно, сундучки нужны только для того, чтобы улучшать умения наших главных героев. А не обязательные для... Для того, чтобы всех их собрать. Поэтому не будем расстраиваться. Я уверен, мы уже не один сундучок пропустили. Поэтому все нормально. Так, скелет решил искупаться. И для него это стало фатальной ошибкой. Мы, тем временем, продолжаем. Так, и здесь нам снова наш Амадей. С его магией. Так, желательно не упасть, не упасть, не упасть, не упасть. Так, и желательно... И скелета нет, плюшка. А это... Не знаю, даже стоило это того или не очень. Понтий не любитель плавать, так как он тяжеловес у нас. Как вы знаете. Как нам выбраться? Ага. Вот здесь можно по низу проплыть. С вами тщательно. Так, давайте. Так, и снова делаем то, что уже делали. Вызываем вот эту вот фигню. Вернее, с помощью мэджика ее. Ай, чуть-чуть нам не хватило, блин. Модель. Только можно падать уже. Ладно. Дубль три. Так, лучше всего будет тянуть за эту штуку. Получается быстрее. Так, и я снова туплю. Нам нужно было наверх для начала, чтобы собрать еще одну плюшку. Ну, ребят, честно, извиняюсь за то, что вот подолгу топчусь на одном месте. Просто хочется, конечно, как можно больше вещей собрать. Для этого нужно немножко повспоминать, как и что делается. Зато у нас новый уровень. Так, давайте посмотрим, что мы можем проапгрейдить. Здесь цена 3. Здесь цена 3. Ничего мы здесь не прокачаем. Здесь цена 2. А у нас одно только очко улучшения. Чего мы не прокачаем. Здесь цена 3. У нас 2 очко улучшения. Так. Ну, а этим, как я уже говорил, не пользуюсь. Поэтому ничего мы пока что не будем прокачивать. И идем дальше. Снова у нас летучие мыши, которые, по мне, так лучше всего отстреливать именно с помощью Зойки. Очевидной скелетон, которого мы избавляемся. И очередные сталактиты, которые падают нам просто на голову. Еще один скелет. Так, и... Как же нам здесь быть? Думаю, если мы сделаем так, ничего плохого не случится. Дело в том, что внизу находится уже не просто водичка, а кислота. А я думаю, не стоит объяснять, что будет, если мы попадем в кислоту. Вот вы видите, что скелеты уже упали. И что им за это было?